Хаски Хаски это уникальная порода, у которой отсутствует инстинкт агрессии к человеку То есть их можно тискать совершенно вообще не боясь ничего У нас всего 4 вольера, 2 вольера с мальчиками, 2 вольера с девочками, они живут у нас отдельно Вообще в вольере у нас присутствует две породы, есть сибирские хаски, есть чукотские ездовые Собаки все относительно ладят друг с другом и отдельно у нас живут щенки в отдельном багере Договоренность с ветеринаром из ближайшего города Костомукши, она к нам приезжает стабильно раз в 2-3 недели Ну и по необходимости по запросу На самом деле очень часто мне задают вопрос о том, есть ли у тебя любимая собака Конечно нет, потому что я их всех воспитала с малышей, когда они у меня еще в ладошку убирались Про каждую можно рассказать что-то свое особенное, у каждой собаки свой характер Такие там индивидуальные особенности, кто-то может отказаться от еды из-за обиды на то, что его не взяли на прогулку Например, вот у нас есть лора, это у нас, так скажем, мажак женской части собачьего населения Это самая умная собака из всех, которые я встречала в своей жизни И у меня вот конкретно был случай, когда мы возвращались с прогулки зимой И была сильная метель, забело в себя, уже было темно, ничего не видно Лора, в общем, вывела к лагерю меня и всю упряжку Есть у нас хулиганистые с бабушной особи, которые часто дерутся В Загре, например, есть там у нас один такой рыжий красавчик Для всех групп, то есть неважно, в какой они идут, поход водный, пеший, велосипедный У них программой предусмотрено занятие с собаками 2 часа То есть они приходят, я рассказываю о правилах поведения в вольере, техниках безопасности и так далее После этого они заходят в вольер, знакомятся с собаками и выбирают себе собаку, с которой, собственно говоря, хотели бы они совершить прогулку до озера После этого мы учимся надевать специальное снаряжение на собак То есть ребята все это делают сами И потом идем на прогулку Больше всего меня поражает процесс выбора собаки Потому что, казалось бы, времени дается не так уж много, 10-15 минут Но 98% детей выбирают собаку, похожую на себя по характеру Вот это удивительно Осенняя и зимняя программа, она вся построена на собаках Пока не выпал снег, это те же самые пешие походы с собаками Зимой, когда появляется снег, то это уже упряжки Каждый ребенок пробует себя в роли каюра в обязательном порядке В процессе похода, конечно, в первую очередь ответственность Наиболее всего развивается Потому что, да, то есть собака там не просто идет, ее же нужно еще накормить, поить Обязательно следить, чтобы у нее всегда была вода Чтобы она там нигде ничего шлейка не натерла Вообще там следить за самочувствием, вычесывать Ну и, конечно, как бы начинается с того, что вроде как дети такие немного шалопаи Приезжают, а после похода у них появляется какое-то такое серьезное чувство ответственности За собаку, с которой они выбрали поход Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»